Подсудимый или потерпевший, защищая свою девушку, оказался осужденным за нанесение легких телесных повреждений. Один из тренеров организации «Спас» сегодня на скамье подсудимых. С подробностями уголовного дела наши журналисты. Евгений Астащенко тренирует детей в детской школе «Спас». 27 октября прошлого года, в День автомобилиста, поздним вечером гулял со своей девушкой на площади Институтской. Я с девушкой встретился возле преобразователя, и ко мне три изрядно выпивших человека подошли, подбежали, можно сказать, и замахнулись. Хотели ударить, и, видимо, не только меня, может, и девушку, если бы я не отрегировал вовремя и не предпринял какие-то меры. Евгений Астащенко нанес молодому человеку удар тем, что подвернулось под руку. Это оказалась стеклянная бутылка. Потерпевший Николай Петренко тут же вызвал милицию и написал заявление. Он первым нанес удар, после этого не скрывался, остался на месте, способствовал рассмотрению уголовного производства. Но волею судеб случилось так, что виноватым признали его. Один против трех пьяных оказался виноватым в нанесении телесных повреждений. Спустя полгода рассмотрения дела Ленинский суд вынес приговор. Виновен в нанесении легких телесных повреждений. Адвокаты Астащенко с таким решением не согласны. Адвокат потерпевшего видит ситуацию иначе. Под судимый Астащенко избил Петренко Николая ночью и нанес ему телесные повреждения стеклом в лицо. В результате чего Петренко около месяца лежал в больнице, не мог ни работать, ни осуществлять свою нормальную жизнь. И это доказано медицинскими справками и показаниями свидетелей. И суд установил вино Астащенко в нанесении телесных повреждений Петренко, которое никаких действий не агрессивных никаких не осуществлял. Он просто шел мимо. Поддержать своего товарища в суде пришли члены организации «Спас». Он никогда, скажем так, в разных ситуациях не показывает свою силу, хотя он может. Он всегда спокойно, потому что он знает, что в его руках находится оружие. Он это прекрасно понимает, и поэтому он себя очень спокойно ведет. Но когда ситуация дошла до того, что вот уже пришлось, скажем так, применить эту силу, все умения и навыки, которые он обладает, то тоже, извините, сам ее навык. Тренер подсудимого Евгения Николай Власов перед заседанием побеседовал с потерпевшим. Интересовался, зачем тот ночью с товарищами подошли к Астащенко, если они даже не были знакомы. Потерпевший поясняет, что хотел узнать, который час, и поздравить с праздником Днем Автомобилиста. Исход дела в апелляционном суде адвокатов подсудимого не удивил. Вырок Ленинского районного суду города Запорожья от 22 квотня 2014 года, что до Астащенко Евгена Сергеевича, оставить без изменений, а апелляционную скаргу обвинения без задоволения. Сегодня мы с вами стали свидетелем того, что наша судебная система не готова выносить оправдательные приговоры, даже в таком очевидном процессе, как у нас. Если мы посмотрим на Европу, в Европе 60% приговоров является оправдательным. В нашей стране этот процент составляет 0,4. Сторона потерпевшего готова на примирение. Однако принципиально Евгений Астащенко отрицает такую возможность. Ведь примириться – значит признать свою вину. А он виноватым себя не считает, говорит сам подсудимый. Адвокаты намерены подавать касацию в Киев.